Сейчас заслушайте, наверное, в этом случае очень много интернатных дитонов и в горизонталиях, и в горизонталиях и если посидеть с клавиером, особенно для этого станет понятно, если кто-то поиграть по песне. Далее у нас первая картина. Она очень большая. Она, можно сказать, непропорционально большая. Я сразу ее прописывала такой, потому что мне показалось, что очень важно максимально насытиться счастьем семейным очагом, детским смехом, любовью, чтобы потом мы поняли, как горько нам это терять. Потому что понятно, что сюжет мрачнее все более в течение оперы. И вот почти не знаю, по-моему, 2 часа, 2-40 идет первая сцена и она, по сути, занимает просто новогоднюю ночь. Это несколько часов. Если остальная опера рассказывает нам несколько лет успевает рассказать некоторые картины, то здесь буквально несколько часов. Но туда я постаралась включить все важные на символическом уровне моменты, важные для человека. это как бы и такая вот духовня с тетей, резко там овощей на новогодний стол другу говорят, то, что у каждого из нас есть. Это и приход ребенка, его какие-то там рассказы, его шалости. Это любовный дуэт, это гости, это частушки. Частушки я взяла, которые поет у меня, Гика, с маминой стороны, она живет в Ленингурской области. Ну, в Казани я не слышала каких-то частушек, а вот мотив не ешь, частушек, он мне с детства нравится очень. Я прям даже попросила ее написать мне слова, какие-то слова мы там написали из контекста сцены гостей, а какие-то оригинальные остались, прямо обиденные. Я этим я... Последние два куплета. Да, последние два куплета. Я ей показывала, я такая, это стоя сло, это слово... Так получилось. Это как абсолютно не важно, пели частушки на таких городских праздниках, не пели, пели такие, или пели другие. Это важно на каком-то символическом уровне, потому что там есть ветерармалька, которая выполняет роль такой бабушки и хранитель старшего поколения. Это тоже у каждого из нас есть такая котель, или бабушка. Застольная песня, это тоже какой-то даже оперный такой типаж таких вот застольных песен, он перекочевал. Но здесь она имеет символический смысл, что Коберя Чуды не хочет прислушиваться к насторожениям, к предостережениям коллег, друзей, жены. Он не хочет замечать эти тучи, как говорила, это маска короля, что все хорошо. И он как бы обрывает разговор с потихом каримом и начинается такая запостольная песня, классное сопоставление. Разные сопоставления тональности, они имеют, я сейчас немножко это спальширую, но потом услышатся, я покажу этот кусочек. Имеют какое-то такое яростное, ненормальное веселье. И во время чего, я не могу сказать, скоро это грянет, но сегодня так. И главное для меня было закончить Кобейный. Это прям сразу было прописано гибриды, которые схематично я набрасывала, поэтому я свое имя из создателя гибридов тоже не убираю. Это понятно, что вот он, но композитор тут меньше связки, иначе никак. И вот эти все символы чтобы пронеслись в одной первой картине и мы поняли, как потом все это герои потеряли. Я бы хотела поставить любовный дуэт, Кобейный, если мы его так найдем. Кратце надо мне сказать про больше рассказов. Я бы как раз рассказывал. Чуть добавлю это про Миляша уже сказала про застольную песню и маску короля. Но те, кто не видел оперы, я только кратко скажу, что основное драматургические события в первой картине это приход Фатиха Карима, который вместе с гостями приходит праздновать Новый год. А это первый год, когда начали праздновать Новый год. Разрешили в Советском Совете праздновать Новый год. Появились елки, да. И они, конечно, все вместе собрались праздновать Новый год. И вот Фатиха Карим во время всего этого застолья, где там кто-то переговаривается, такой будничный разговор, праздничный. И вдруг мы тут Фатиха Карим ему Он говорит, что об ком-партии под себя уже ищут некоторые данные. То есть он копает под себя. У тебя осталось очень мало времени. Ты плохо работаешь на идеологическом фронте. У тебя осталось очень мало времени, а ты тут сидишь, празднуешь. Ты должен что-то предпринять. Вот он его предостерегает. Ковин Ачми, конечно, хорошо об этом знает. Давно уже он об этом знает. И это стало как бы исходным событием оперы, которое случилось до того, как опера начинается. Это был реальный факт такой, что действительно его обвиняли, что он очень мало старается на идеологическом фронте. Плохо борется с врагами народа в союзе писателей. И вот эта застольная песня становится ответом Ковина Ачми на словах этих корей, что надо что-то делать. Вместо этого он говорит, что у нас все хорошо. Да, также важным профилизатором является приход такого героя Самат Бикташа. Мне, кстати, было очень приятно, что многие и предвидители культуры, и некоторые журналисты посчитали, что это реальный писатель. Самат Бикташа, Миша Рамиль, Калина Аджимеев, были уверены, что это кто-то из писателей, но, может, менее известный, кого мы взяли. Но это абсолютно придуманный персонаж. И я его больше всех люблю. И его тематизм, он имеет тоже прям комментирующую роль. Он потом очень мощно проявляет везде. Я чуть позже про это расскажу. Просто сейчас начала постараться в гостей, про частушки. Собственно, Бикташев приходит к Сарвару, пока кабинет дома. Он знает, что кабинет, и он хочет поговорить с председателем через его жену. А над Бикташевым уже прошли разгромные статьи в газетах. Он знает, что над ним уже, так скажем, нависывает лучи. Он просит вот этой помощи, защиты. Но потом, по-моему, еще не расскажу. Но тот момент, который мы сейчас посмотрим, это как раз Сарвар думала, говорить ли о том, что приходил Бикташев. Вдруг какой-то неприятный разговор была. Вот такая сцена. Она знает, что они чуть-чуть недолюбуют друг друга, что кабинет, иначе, вместе с высоко относятся к Бикташеву, немножко пренебрежительно. И что, ну, бывают такие неприятные люди тебе, да? У каждого, наверное, есть какие-то люди, с которых мы сторонимся. Вот. Объективно, не субъективно складываются такие впечатления о людях. И тем не менее, вот она рассказывает про Бикташеву и говорит, что вдруг с нами тоже такое же случится. И кабинет жми как бы немножко срывается на жену, но потом смягчает, и он не хочет и говорить про эти сложные темы, про эти неприятности на работе, так скажем, в кавычках, да? И он выводит ее воспоминаниями в их вечер, их встречи. И так и рождается вот этот любовный дуэт. Он как бы и этим заглаживает свою скучность перед женой и вводит ее от другого разговора, да? Вот мы сейчас это и послушаем с вами.